У меня вчера так пригорело от Fujifilm XS20, что я решил записать это видео. Ребята, всем привет! Хочу поделиться своим мнением на тему Fujifilm XS20. Я уже поснимал на него несколько месяцев. Конкретно это видео будет про минусы этой камеры. Можно сказать, что медовый месяц наш, я думаю, закончился. Я хочу снять уже с себя розовые очки, ну и попутно сдуть их с вас. Может быть, вы сейчас выбираете эту камеру. Может быть, вы просто пришли посмеяться, какие мы, не знаю, дураки, что покупаем эти камеры. Короче, смотрите, давайте по порядку пойдем. Ну и еще маленькое дополнение. Какие это будут минусы? Это не те минусы, которых здесь нету. То есть понятно, что здесь нет двух карт памяти, здесь нет там 150 кадров в секунду съемки, чего-то там еще нету, 50 кнопок, которые можно переназначить. Тут именно речь про то, что здесь присутствует в этой камере, но то, что мне не нравится. Первое, что я бы хотел отметить, это некая такая общая хрупкость камеры. Не сказать, что, ну опять же, на видео это очень сложно передать, но, например, сравнивая с 6D Mark II, это такая, да, типа любительская зеркалка, и вообще с зеркалками, вот Nikon D750 у меня был, ну, не могу я как бы довериться вот этому вот кусочку пластика из железа. Что могу отметить? Во-первых, можно отметить экранчик. На Canon 6, вот этот вот поворотный дисплей выполнил гораздо лучше. Он как-то более толстый, он как-то менее люфтит, вот этот вот уже немножко шатается, ну, то есть не то, что он и уже шатается, камера фактически новая, я на нее снимал там, ну, раз 20-25, наверное, ну, может быть, 25, вот. Здесь она в идеальном состоянии, ничего как бы не разваливается, я ее не бросаю, я супер аккуратно обращаюсь со всей техникой, но она тупо не внушает доверия. Вот эти вот кнопочки, которые, опять же, на форуме я сижу, да, смотрю, читаю, и у кого-то слезает краска с кнопочек, например, на X100, вот эти вот, как они, Rangefinder в стиле камеры, которые типа подлейку закошены. У людей, например, слезает, вот здесь вот с видоискателя слезает покрытие. То ли это не стекло, как уже некоторые думают, возможно, здесь вообще какой-то кусок пластика стоит. То есть люди не каким-то спиртом, а просто, ну, протирают видоискатель, вот здесь бывает, да, там мусор, пыль, кто-то пальцами заляпает случайно, это нормально. И через какое-то время, типа 10-15 протирок, у людей реально видоискатели начинают слезать. Ну, как бы, я вот каждый раз буду про это говорить, типа, я камеру брал за 125 тысяч с объективом. Ну, короче, камере больше 100 тысяч. Ну, о чем речь тут? Блин, какой видоискатель слезает? Вы чего? Это не просто несерьезно. Вот тут, например, да, краска, кроме того, что кнопки слезают, краска слезает. У меня внизу, я не знаю, вам, скорее всего, не будет видно внизу, да, я ее, опять же, не бросаю никуда, не кладу там на землю, на камни. Ну, это тупо любительское использование. Но при этом вот здесь вот на таких вот маленьких, не знаю, пипочках краска уже слезла. Мне не нравится вот этот джойстик. То, что джойстик здесь есть, это, конечно, хорошо. Это моя первая камера, или точнее вторая, которая имеет джойстик. У меня вот есть он здесь, на фуджике, и есть, как ни странно, на Canon 5D, про который я недавно тоже делал видео. Если захотите посмотреть, то мой обзорчик Canon, я прикреплю ссылочку, значит, в уголке. И джойстик на Canon, которому 20 лет, и джойстик вот здесь вот, на фуджике, блин, вы его, наверное, даже разглядеть не можете. Он просто такой малюсенький. Когда его нажимаешь, он так легонечко, так чик-чик-чик, как бы, ну, отзывчивость просто минимальна. Это такой, какой-то писюлька какая-то, сосочек такой сидит, который, вроде как, ну, в действии, да, функции свои выполняет, но он настолько маленький. Блин, ну, я не знаю, как будто, я понимаю, да, опять же, что камера маленькая, но, блин, он просто какой-то, ну, смешной. А, да, ребята, я же совсем вам забыл сказать. Естественно, подписывайтесь, чтобы видео про плюсы не пропустить. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Значит, перегрев. Перегрев это просто, просто сказка. Значит, в первый же день, собственно, от чего я решил видео-то снять. Я наткнулся на комментарий, человек купил этот XS20, и он пишет на форуме, говорит, ребят, ну, вот что за фигня, сижу, настраиваю в меню, копаюсь в менюшке, и камера показывает перегрев. И тут просто меня бомбануло, потому что это ровно моя ситуация. Я его купил, достал из коробки, пришел домой. Буквально 20 минут я сижу в меню, я ничего не делаю, я не пользуюсь, никакого следящего автофокуса, ничего нет. 20 минут я сижу в меню, камера перегрелась. Чего? Какая перегрелась? Это просто бред какой-то. Ну, блин, на зеркалках такого не было, и, опять же, да, даже на беззеркалках, ну, вы что, прикалываетесь? 20 минут в меню посидел. Я даже снимать не начал, а у меня уже перегрев. Пошел на чатик, значит, Фуджиков, говорю, ребят, что за фигня, это нормально все-таки? Да, нормально, нормально. Я тут не говорю про какие-то тесты. 4К там, сколько там, Full HD, не знаю, 120 кадров или 240 он пишет. От этого он еще быстрее перегревается. Всякие вот эти вот тайминги, сколько там, чего он пишет до перегрева, это, смотрите, в другом месте. Я столько не пишу, я не пишу интервью, я ничего не пишу, но, блин, когда ты сидишь в меню, и у тебя камера перегревается, это ненормально. Я снимал, значит, макро летом на таком солнце-тени. Значит, я уже поставил вот этот второй уровень перегрева, то есть, когда он более горячий, как это сказать-то, я не знаю, он выдает предупреждение не сразу, а уже после какого-то более высокого уровня температуры. Это, конечно, помогает. Вот, опять же, там есть такой звездочка такая, да, что вы можете спалить там сенсор или что-то такое, но, смотрю, как бы народ пользуется всем вроде норм. Вот, это помогает, но все равно, вот, непривычно после зеркалок, когда ни о каком перегреве вообще речи не идет, тут просто обычная съемка, ну, не сказать, что, да, это профессионально как-то постоянно нон-стоп камера работает, да нет, блин, ходишь, макро снимаешь, чилишь, можно сказать. Снял там серию из 10 кадров, пошел другое насекомое искать, но она перегревается. Автофокус. Ох, это еще одна большая проблема. Я сейчас дам ссылку на ржачное и, на самом деле, очень грустное видео, где один товарищ, прославившийся среди фуджиков, тестирует вот этот автофокус на разных версиях прошивки. Это просто смех. Потому что, опять же, камера за больше ста косарей, которая проигрывает по автофокусу какой-нибудь Соньки А6300, которая у меня тоже была, это ненормально в 2023 и 2024, и тем более уже дальше года. Заканчивается, закончилось. Это сейчас тем, что автофокус, он вроде есть, и он как бы в XS20 даже лучше, насколько я понимаю, чем в XH2S. Ну, и какая вот эта топовая у них моделька. Но при этом нет уверенности, что в фото, что в видео. Потому что снимал в детском саду, снимал в школе ребенка. Вот, 1 сентября. Как бы было элементарное. То есть это даже не отслеживание. Отслеживание это вообще отдельная песня. Была просто зона фокусировки, зона на лице. Вот, но в части кадров фокус почему-то не на лице, а где-нибудь там на плече. Вот, есть такие кадры у меня. Показывать я их не могу, потому что это дети из моего класса. The camera shows a box. But if you put something else in that face box, it will focus on the nearest thing. Вот, но можете верить на слово, можете не верить. Короче, проблема в том, что нету надежности. Потому что даже когда он показывает зеленый квадрат в режиме отслеживания, это не значит, что автофокус реально там, где показывает зеленый квадрат. Вот в этом вся проблема. То есть одно дело, когда он показывает, что он не может сфокусироваться, да, и ты это видишь, и ты что-то с этим делаешь. Ну, типа еще раз фокусируешься. А совсем другое дело, когда у тебя показывает зеленое, все окей, фотографируй. Ты фотографируешь, приходишь домой, а там шиш просто. Потому что фокус где-то рядом. Вот. Но с другой стороны, есть и положительные моменты, да. На вот этом Viltrox 23.1.4, которым я снимал, на 1.4 фокус по глазам тоже работает. То есть, блин, он как бы есть, но уверенности в нем нет. Вот в этом вся проблема. И известная история, тоже, судя по чатику Fujikov, заключается в том, что здесь есть какой-то уклон баланса белого, то ли в розовые, то ли какие-то сиренево-фиолетовые оттенки. И это очень хорошо видно, когда я как раз снимал обзор на пятак. Я сидел в доме на даче, свет был из окна, и помещение было такое, ну, деревянное, да, вагонкой отбито. И когда я приехал домой, у меня действительно все видео с этого вот помещения, у меня все видео на, ну, весь мой цвет лица уходит в какой-то, ну, такой фиолетово-сиреневый оттеночек. Вот. Я это немножко там попытался исправить, но это очень неприятно. Вот. С учетом того, что на Canon, что на пятаке, что на шестерке, все с балансом белого супер. Я почти уверен, что это можно решить какой-нибудь поправочкой баланса белого, сместить, да, точку. Здесь это можно. Но пока я этого не сделал, и с этим я тоже буду разбираться. Но, опять же, из коробки такая проблема есть. Она есть не только на этой камере, она есть у всех. И, ну, типа Fuji Color Science, видимо, считает, что у вас лицо должно быть, ну, не совсем такого привычного скинтона. И раз уж мы пошли в менюшки, то менюшка, как ни странно, мне тоже здесь не очень нравится. Если на Sony 6300 у меня она была просто дичайшая, то есть там ничего невозможно было понять, все было перемешано, то здесь меню, как бы, опять же, 50 на 50. Значит, оно, во-первых, очень громоздкое. Здесь очень много настроек, больше я нигде не видел. Вот. Настроек супер много. Здесь нету подсказок. То есть, когда вы выбираете какой-то режим, какую-то настройку, на Canon всегда пишутся подсказки. Здесь подсказок нету. И вы, если не знаете, что настраиваете, ну, надо читать мануал. Да, я понимаю. Но все-таки это не интуитивно. То есть, камера очень сложная по настройкам. Вот. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Но, опять же, из коробки вам все равно придется менять эти настройки. Вот. И найти их, по идее, бывает не банально. Следующий прикол, например, в том, что, чтобы снимать со вспышкой, вам нужно включить звук. Звук в камере, понимаете? Вы не можете снять со вспышкой, у вас вспышка просто не работает. Если звук выключен, каждую неделю кто-то приходит в чат, фуджиков, по крайней мере, первый месяц, пока я там сидел и читал это все, и спрашивает. Ребята, я сам был, да, я сам приходил и спрашивал, говорю, почему я вспышку не могу включить, я ее купил, почему она не работает? Оказывается, звук выключен в камере. Ну, что за бред? Я не знаю, это кто, японцы делали, да? В Японии у нас запрещено выключать звуки, чтобы они там под юбками не фотографировали. Вот я сейчас с выключенной камерой сидел и уже несколько минут пытаюсь найти этот параметр, и я не могу его найти. Возможно, вот в настройке звука, у меня сейчас звук выключен, вот, не работает вспышка. Почему вспышка не работает? У меня, значит, с электронным затвором вспышка тоже не работает. Почему? Пусть она не синхронизируется, но почему она не работает? Я не знаю. Нету никаких подсказок. Вот, элементарный пример, значит, я включил вспышку, я ее поднял. У меня на Nikon и на Sony это означает, что я хочу снимать со вспышкой. Я снимаю. Серийная съемка идет. Почему не срабатывает вспышка? Я не знаю. Ну, давайте проверим. Заходим в User Settings. Нет. Sound Setup. Auto Focus Beep. Нет. Это звук. Это звук пиканье, когда автофокус сработал. Это не звук, я не знаю чего, затвора. Короче, вот вам пример. Я не понимаю, почему. Я даже не знаю, где это меню. Короче, не знаю я, где этот звук, блин, включать. Просто бред какой-то. Я сделал себе заметку, где записываю, в каком разделе находятся нужные мне пункты меню. Потому что, по аналогии с Sony, я просто сижу и перелистываю все меню от и до. И меня это задолбало. Я не хочу запоминать вот это вот нелогичное разделение меню. Я не знаю, может быть это у меня проблема или у меня с памятью проблема. Но почему-то на Canon такого не происходит. И вот это меня очень сильно как бы раздражает. То есть вот я не понимаю, как мне включить вспышку сейчас. Ну и, наверное, напоследок из такого маленького и бесячего, опять же, снимаю макро. Да, есть режим фокус пикинга. Это когда вы вручную наводите на резкость, у вас как бы такая зебра появляется там, где резко, там черточки. Да, здесь можно настроить разный цвет вот этой зебры. Можно и красный, синий, там, по-моему, зеленый сделать. Я оставил красным по умолчанию. Но проблема в том, что эту зебру не видно. То есть ее видно очень плохо. Вот, когда-то ее видно, когда-то ее не видно, потому что она почему-то не появляется. Это каким-то образом зависит от насекомого, который я снимаю. Вот, если объект крупнее, то его лучше видно. Если это какая-нибудь муха, то я там просто пытаюсь как-то угадать вообще, где этот фокус там. Вот эти, вот эти зебры, они очень плохо читаются. Ну, это уже не всем нужно, вот. Но, тем не менее, я как-то ожидал более такой... И причем настройка, да, и можно их сделать тоненькими. Их, наверное, вообще тогда просто не видно будет никогда. А можно вот эту зебру сделать жирненькой. У меня, естественно, жирненькая стоит, но при этом очень часто я ее вообще не вижу. Вот. Не надо писать, что у меня там со зрением проблемы. Очки, видите, да, со зрением у меня все нормально в очках, по крайней мере. А, и, ребята, еще вам бонус такой. Видите, гнездо для вспышки. Горячий башмак, да? Значит, эти прекрасные товарищи, наши друзья, додумались покрасить его в черный цвет. И как раз я сейчас снимать буду видос про 5D классический. У него Canon тоже додумался покрасить в черный цвет башмак. И это заканчивается тем, что когда вы ставите вспышку, а вспышку ставят довольно многие, я думаю. Например, вот я снимаю макро. И заканчивается тем, что вот этот башмак, покрашенный черным цветом, начинает выглядеть просто непотребно через какое-то время. То есть краска сцарапывается. Вспоминаем пункт, который я только что рассказывал про то, что краска здесь, ну, так себе, скажем, есть нарекания. И получается, что этот башмак будет точно так же при частом использовании вспышки выглядеть, ну, достаточно неприкольно. Вот. Такой вот бонус. Короче, вот такие дела. Давайте заканчивать, потому что я не понимаю. Я эту камеру взял за 120 тысяч, и я что, дурак что ли? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!